23-летний Андрей Мерколов уверен, когда лечение проводят такие опытные специалисты, да ещё и на самом современном оборудовании, в будущее можно смотреть с оптимизмом. Недавно ему поставили диагноз «лимфома Ходжкина». Это опухолевое заболевание лимфатических узлов. Лечение назначили на новом аппарате. Нужно пройти курс из 18 процедур. В онкологический диспансер Андрей приезжает ежедневно, рассказывает, процесс безболезненный и не занимает много времени. Ну, не больше 10 минут. То есть, я пришёл, зашёл, раз-раз и всё. Это никак не ощущается вообще. Ощущаются только последствия положительные. Знаете, меня очень удивило в целом то, что у нас существуют такие технологичные аппараты, и в целом, что есть возможность у нас на таком лечиться. Аппарат закупили на средства нацпроекта здравоохранения. Установили в конце прошлого года, а сейчас на нём лечат первых пациентов. Процедура на нём производится быстрее, чем на других аппаратах. Он просто в обращении. И позволяет лечить опухоли разных локаций – головы, шеи, лёгких, пищевода, предстательной железы и почек. Во-первых, это аппарат с адвокатной энергонизирующего излучения, в отличие от других аппаратов. Аппарат тоннельного типа, то есть, вы видите, что он похож на аппарат КТ или МРТ. На этом аппарате он предназначен в первую очередь для того, чтобы реализовывать подвижные методики облучения. То есть, это самые современные методики лучевой терапии. Уникальность аппарата в том, что он позволяет обеспечить высокую точность подведения дозы. Лечение на нём возможно только под визуальным контролем. Производится аппарат в России. На сегодняшний день это единственная подобная разработка аппарата тоннельного типа. Вообще на рынок в мире это было представлено в 2017 году. И сразу просто прорывной какой-то рост пользователей. На вооружении врачей-онкологического диспансера пять линейных ускорителей. Но этот – первый в регионе аппарат тоннельного типа. Самочувствие пациентов после лечения зависит от объёма облучения. При больших дозах могут быть сонливость, тошнота. При небольшом облучении пациент не испытывает никакого дискомфорта. Виктория Шарая, Константин Головин. События.